Здарова, чуваки и чуванессы! После довольно долгих мучений с DaVinci Resolve, который отказывался запускаться на моём древнегреческом компьютере, мне пришлось распродать свою коллекцию непристойных китайских аниме-пигурок и собрать новый компьютактор, чтоб теперь этот DaVinci соизволил хотя бы запуститься. В этом видосе поговорим про новое крупное обновление Gnome. Для тех, кто не знает или забыл, что за Gnome это такой, то это проект, который занимается развитием открытой экосистемы на основе Linux. Вот вам рабочий стол, который достаточно уникальный и имеет прикольный подход к использованию. Вот вам куча красивых приложений, как стандартных, так и всяких разного уровня полезности от сообщества. Между прочим, даже есть приложение, чтобы кидать кубик. Ну и вот вам китайская копия App Store для удобной установки программ под названием FlatHub, который также развивает прогном. При этом они не тупо копируют, например, Windows, а имеют своё уникальное видение того, каким должен быть чёткий пацанский рабочий стол, не боясь экспериментировать и сотворять всякие необычные штуки. Если компания, начинающаяся на букву Microsoft после выхода Windows 8 обосрались и больше не стали экспериментировать, то GNOME в примерно тех же годах, когда выходила Windows 8, также решили совокупить десктопный и мобильный дизайн и тоже охватили 1 миллиард негативных отзывов. Ладно, так как это Linux, то не 1 миллиард, а 1 суток. Но разработчики и дизайнеры GNOME приняли всю критику и продолжили следовать задумки. И сейчас это реально крутой микс между компьютерным и мобильным стилем. Особенно прикольно, что каждое приложение в GNOME адаптивное. Когда их сжимаешь и разжимаешь, то они адаптируются под размер окна. И даже в очень сжатом виде ими всё ещё комфортно пользоваться. Многие называют GNOME чем-то типа open-source версии Apple, как с хорошей стороны, так и с плохой. Ведь с одной стороны у GNOME классный дизайн, проработанный до мелочей, а с другой, что они могут реализовать базовую функцию, которая была давным-давно в других проектах намного позже. Например, они только относительно недавно реализовали световые акценты. Как говорится, главное не сколько идёшь, а куда придёшь. И где купил сосиски. Ну ладно, давайте уже побазарим про новый апдейт. Эмм, последний видос, как я вижу, был про 45-ю версию. И за это время вышло ещё 4. Хоть это никому и не интересно, но я всё равно очень коротко расскажу, что добавили в GNOME 46, 47, 48. Короче, появились световые акценты. Вот эти самые, которых долго не добавляли. Меняют цветовой акцент, разные штуки у приложений тоже принимают выбранный цвет. Уведомления теперь стакаются в группы и не занимают куча места. Обновили настройки. Например, теперь есть так называемый Digital Willem. Там, например, можно поставить напоминалку, чтобы система внезапно сказала Матик, иди в жопу отсюда! И таким образом вы понимаете, что пора немного отдохнуть от компьютера. Теперь тут полностью новый аудиоплеер с мега-минималистичным дизайном. Вы не поверите, но с помощью него можно даже слушать звуки. Обновили стандартные шрифты. Раньше был ужасный Cantrell, а теперь используется Inter. Для тех, кто не шарит в дизайне, это очень популярный шрифт. Некоторые даже обвиняют Inter в похожести на шрифт San Francisco, который используется в фирменных операционных системах компании Apple. Хотя сам сан... Хотя сам сан... Как это выговорить? Хотя сам Сан-Франциско был вдохновлен шрифтом Халветика... В общем, неважно. Теперь весь текст гном стал выглядеть нормально. Еще из полезных штук, что добавили глобальный поиск в проводник. Штука прикольная, потому что может мне тупо по-дебильному искать файлы по всей системе. А и файлы в облачных хранилищах, у нас в серверах, флешках, во всех подключенных SSD-шниках... Возможно, эта кнопка даже найдет вам работу. И еще кучу всего там надобавляли, мне лень рассказ. В общем, долг отдан, и теперь можно глянуть, что там нового в этом вашем гном 49. Полностью переделали видеопросмотрщик. Точнее, старый заменил на новый. И на который очень даже интересно посмотреть. Тут есть достаточно прикольная идея, что открывая видео, просмотрщик адаптирует свой размер окна под размер видео. И я не знаю, откуда они это видео и своровали, или изобрели сами, но выглядит прикольно. В целом, этот видеоплеер ультраминималистичный, но весь основной функционал тут есть. Можно включать субтитры, менять аудиодорожки, скриншотить кадры и даже менять громкость видео. Единственный косяк, что этот новый видеоплеер не поддерживает плейлисты, поэтому просмотр аниме будет затруднителен. Старый вьювер документов заменили на новый. В этот раз сильных отличий со старым практически нет. Просто освежили техническое состояние и дизайн. Особенно меня удивило, что оптимизацией тут и не пахнет. Лагает так, как будто это порт на Unreal Engine 5. Причем я это записывал с реального компьютера, а не виртуальной машины. В этих ваших интернетах другие пользователи тоже жалуются на плохую производительность, поэтому посмотрим, как разработчики справятся с такой оплошностью. Как говорят великие люди, главное не сколько оптимизируешь, а куда оптимизируешь. И где купил сосиски? В симуляторе загрузок деталей у приложения под названием Gnome Software провели оптимизационные работы. Теперь он не так дико что-то грузит и работает намного быстрее. Но с оптимизацией все еще не все идеально. И вот эти дебильные загрузки еще попадаются на глаза. Разработчики в очередной раз вырезают функции с Gnome. На этот раз убрали переключатель не беспокоить. Но ребята не обеспокойтесь, на самом деле теперь оно находится в быстрых настройках. Теперь давайте затронем самую важную тему. Обои. Теперь они особо синженированы для HDR дисплеев и цветового охвата DCI-P3. Чего-чего? Для тех кто не образованный, вот визуализация того, какой спектр цветов видят люди. А вот цветовой охват легендарного sRGB. В этом пространстве цветов работают большинство дисплеев в мире. Но я думаю так очевидно, что sRGB охватывает крайне мелкий кусок цветов. И поэтому сейчас набирают популярность световое пространство под дебильным названием DCI-P3. Который по факту не настолько уж и лучше sRGB и тоже имеет неполный охват цветов. Но опять-таки DCI-P3 это как стандарт. Который гарантирует вам, что монитор будет физически передавать этот спектр цветов. А потом мы проскролливаем кучу рекламы и смотрим на характеристики рандомного монитора. И видим, что это типа 90% в DCI-P3. То есть производители мониторов разводят тупых производителей как лохов, отображая меньше цветов. Поэтому всегда обращайте внимание, чтобы в характеристиках монитора обязательно было написано 100%. И собственно, если ваш монитор поддерживает HDR и DCI-P3, то вы можете оказаться в лакшери-клубе среди тех, кто может по-настоящему опробовать новые обои в NOM 49. Написано, что на экране блокировки почему-то только в этом обновлении добавили элементы управления музыкой и другими медиаштуками. Мда. Ну мы помним цитату великих людей. Еще есть мелкое изменение, что настройки доступности на экране входа в систему теперь находятся на более видном месте, снизу справа. Например, тут можно включить экранную клавиатуру, и это полезно тем, кто заигрывает с планшетами. В старинных версиях Gnome там можно было выбрать Gnome Classic или другие установленные оболочки, а переключатели доступности находились сверху. В Gnome Maps, не путать с Google Maps, добавили вот такие карточки при нажатии на точки интереса. А в Gnome Web, не путать с Google Chrome, улучшили встроенный адблок, который чрезмерно хреново справляется со своей банальной задачей. С Gnome 49, думаю, можно заканчивать. Там еще кучу всякого добавили, но в основном технического характера. Те, кто не прогуливал математику, наверное знают, что после цифры Gnome 49, будет цифра Gnome 50. И уже есть некоторая информация, что там планируют добавить. Например, дизайнеры и разработчики сейчас работают над полной переработкой иконок. Есть вот такие демонстрации анимационных иконок, и даже уже состряпали приложение для создания анимации. И помимо анимации одной иконки, также стараются реализовать переходы между несколькими иконками. И еще одна особенность новых иконок, что они теперь имеют динамическую жирность. Не знаю, зачем это надо, но вот так вот сделали. Также в Gnome 50 очень вероятно откажутся от древнегреческой технологии под названием X11, который существует еще с 1980-х годов. Наверное, поэтому в том месте, где его можно было выбрать в прошлом, теперь находятся настройки доступности. Свидетели иксовы уже начинают доставать факела, чтобы сжечь разработчиков Gnome, за то, что они отказываются от устарелой хрени в пользу современной, модной, инновационной реализации, названной в честь кантри-рок-группы Wayland. Основная ее задача отображать то, что видно на экране. То есть это типа отрисовщик графики. Wayland, конечно, имеет еще некоторые баги, особенно если вы используете замечательные видеокарты от компании NVIDIA. Но, как говорят великие люди, главное не сколько повторяешь, а... Помимо отказа от X11, Gnome борется с фрагментацией, сегментацией и вот этой всей лютой запутанностью в линукс-движухе. Раньше нужно было иметь докторскую степень по квантовой механике, чтобы разобраться в этих так называемых сессиях. Где могли быть разные оболочки, плюс всякие там X11, Wayland, Wayland. А теперь в лопинскрине ничего такого лишнего нема, и наступило спокойствие и порядок. Также, вероятно, в Gnome 50 появится заредизайненное приложение для управления дисками. В отличие от кое-какой компании, которые не обновляли менеджер дисков со времен Windows 2000, но даже такое нечасто используемое приложение в сообществе Gnome все же решили освежить. Это достаточно хорошее внимание к деталям. Я его немного потыкал, и это реально четкий и зашибенный редизайн. Интерфейс намного интуитивнее, чем у старой версии. И тут я уже не уверен, что это будет в Gnome 50. Работается работа над восстановлением сессии при выключении или перезапуске компьютера. То есть идея в том, чтобы при перезапуске или выключении системы приложения сохраняли свою позицию, какие файлы там были открыты и т.д. И когда ты заходишь в систему, то все будет выглядеть так, как будто бы компьютер просто вышел из сонного режима. Это прям мега классная фича. Единственное, что интересно, как это будет работать, например, после выключения электричества. Только под конец монтажа я вижу, что очень сильно протупил и забыл рассказать про одну штуку. При этом это самая заметная штука в 49-й версии. Когда вырезаешь файлы, теперь есть визуальный отклик, и миниатюры подменяются на иконку ножниц. Субтитры создавал DimaTorzok